Покажу тебе нашу чистую комнату изнутри. Мирослав вышел из первой части помещения, где оделся. Там тихо так, действительно, такое ощущение стерильности. Можно начать чуть-чуть попроще, но нормально. Газомажоры не трутся со всякой челюстью. Развитие современных технологий по увеличению энергоэффективности и различным другим технологическим преимуществам современных стеклопакетов очень сильно меняют облик современной архитектуры. И за последние 20 лет, 21 века, мы увидели огромное количество очень интересных зданий по всему миру, и в том числе в Российской Федерации, которые совершенно не могли быть даже представлены, даже фантазировать. о них было очень тяжело, буквально каких-нибудь лет 30 назад. По нашему опыту могу сказать, что и в частной архитектуре, в частных вилах, в загородных резиденциях произошли колоссальные изменения. Архитекторы стали более смелыми, а здания более интересными. И это очень вдохновляет и обнадеживает. На сегодняшний день стеклянная индустрия насчитывает огромное количество технологий, которые помогают сдерживать тепло, насыщать помещение светом. Не так давно было разработано осветленное стекло, которое совершенно не преломляет свет и не меняет его тон. Разработано огромное количество различных покрытий. Сейчас она насчитывает десятки и десятки разных типов. Всевозможные смарт-стекла. Есть множество различных защитных функций. Есть звукоизолирующие, звукопоглощающие прозрачные стекла. Есть прозрачные противопожарные стекла, которые под действием высокой температуры превращаются в сплененный камень и просто не проникают, не дают проникнуть жару, даже жару сквозь него. Глобальный энергетический кризис, произошедший из-за сговора стран ОПЕК в 1970 году, повлекший очень серьезную экономию на энергетике во всем мире и в первую очередь США, подстегнул развитие инженерии остекления. Именно в эти годы были разработаны ключевые решения о остеклении. Всевозможные покрытия, полимерные пленки, которые увеличивали энергосберегаемость стеклопакетов. Тогда же придумали заполнять пространство между стеклами инертными газами вместо обычной воздушной смеси и различные методы герметизации стеклопакетов. В частности, в то время была разработана двухконтурная герметизация стеклопакетов, которая применяется до сих пор. В те годы была разработана так называемая теплая кромка. Также в эти годы была применена технология заполнения пространства между стеклами инертными газами. Передача тепла происходит несколькими способами. Один из способов – это молекулярная передача. Говоря простым языком, когда молекулы соударяются, они передают энергию друг к другу. И тем самым происходит передача тепла наружу. Так вот, инертные газы обладают очень большой плотностью, и они потому и названы инертными. Они плохо взаимодействуют с окружающей атмосферой и с другими веществами. Именно эта особенность является хорошо работающей в случае защиты от потерь тепла. То есть, если мы заполняем ими пространство стеклопакета, они за счет большой плотности вытесняют воздух. Тепло переходит через эти молекулы очень медленно, так как плотность этих газов гораздо выше, чем у воздуха. Как правило, для заполнения стеклопакетов применяется один из двух видов инертных газов – это либо аргон, либо криптон. Криптон, конечно, гораздо более эффективен, потому что его молекулы примерно в 3-4 раза больше, чем молекулы любых газов в воздушной смеси. То есть, больше, чем кислород, чем азот и чем даже водород. Но так как криптон слишком дорогой в производстве и в добыче, то со временем его применение сократилось. И самым популярным газом для заполнения пространства между стеклами является аргон. Чаще всего именно его вы можете встретить в современных стеклопакетах. Для заполнения стеклопакетов используется такой газ, как гексавторит серый. Вы с ним, скорее всего, знакомы, когда дышат гелием и говорят очень высоким голосом. Примерно тот же самый эффект, но наоборот, если подышать гексавторитом серый. Голос становится очень басистым и очень... У него также очень большие плотные молекулы и его часто используют, как для дополнительного теплоизолятора и звукоизолятора. Индустрия не стоит на месте и используется на данный момент много альтернативных вариантов увеличения теплотехнических параметров стеклопакетов. Такие, как, например, разработана еще в 50-х годах технология вакуумных стеклопакетов, когда воздух и вообще какие-либо газовые смеси полностью выкачиваются. Такая технология, на самом деле, еще на порядок лучше, чем даже заполнение самым дорогим и сложным криптоном. Но она тоже обладает определенными сложностями. Потому что стекла в вакуумном стеклопакете при больших габаритах стремятся к тому, чтобы просто слипнуться. Ну, так как отсутствие воздуха, оно приводит к разнице давления между атмосферой и давлением внутри стеклопакета. Существует порядка трех или четырех патентов вакуумных стеклопакетов с разными технологиями. Как правило, применяются какие-либо дополнительные элементы дистанционные, которые просто отделяют эти стекла друг от друга. Такие стеклопакеты, они немножечко хуже по визуальным характеристикам, но применяются в тех местах, где теплотехнические показатели, показатели защиты от теплопередачи гораздо выше, чем требования визуальные. Достаточно недавно разработана новая технология, когда в системе в двухкамеровом стеклопакете вместо центрального стекла используется очень плотная пленка, которая повышает показатели, при этом не увеличивая веса стеклопакета. И третья технология, разработанная в 70-х годах 20 века, также по причине того же самого энергетического кризиса, это технология различных покрытий на стекле. Как я сказал ранее, тепло распространяется двумя способами. За счет взаимодействия молекул, вещества на любой поверхности, а также за счет передачи волновой. То есть, любое тепло, оно распространяется в виде энергии. Как правило, это инфракрасное излучение электромагнитного спектра. Все нагретые поверхности излучают инфракрасное излучение. Это, по факту, чистая энергия. Когда мы получаем свет от солнца, эта энергия проникает через стеклопакеты внутрь помещения и нагревает все пространство. Когда мы нагреваем с помощью батареи пространство и воздух, и любые поверхности в помещении, они также излучают инфракрасное излучение. Так вот, именно на этом принципе и построена технология энергетических покрытий. Дело в том, что металлы по своей структуре являются отражателями электромагнитного излучения. Именно на основании этого открытия, то металлы имеют свойство отражать и поглощать электромагнитное излучение, построен принцип защиты и энергоэффективности современных стеклопакетов. Суть в том, что маленькие слои многосоставных покрытий из различных металлов, серебра, золота и прочих сплавов наносятся на поверхность стекла. Они настолько тонкие, что не мешают проникать видимому спектру излучения. То есть, по факту, хоть там и есть металл, но пропускает солнечный видимый желтый свет. Мы видим прозрачное стекло. Но при этом они являются поглотителями и отражателями именно вот этого длинноволнового инфракрасного излучения. Хорошие современные энергоэффективные стеклопакеты с грамотно подобранными покрытиями работают как термос. Зимой, когда мы нагреваем пространство внутри, а на улице холодно, они не дают выйти этому инфракрасному излучению и отражают его обратно в помещении. И по той же самой технологии работают летом. Когда солнце излишне сильно нагревает все наши дома, эти энергоэффективные стеклопакеты не пропускают. Весь спектр инфракрасного излучения внутрь помещения и большую часть из него либо поглощают, либо отражают наружу. Таким образом мы получаем стеклопакеты, за которыми тепло зимой и прохладно летом. Одна из самых современных и самых остромодных сейчас тенденций в современном остеклении это увеличение габаритов цельного стеклопакета. Есть такое понятие как джамбо формат. Джамбо формат это стеклопакеты размером до 3 на 6 метров в длину или в ширину. То есть по одной из сторон оно должно быть не больше 3 метров, по другой стороне может быть до 6 метров. Джамбо формат от слова джамбо американское сленговое выражение, которое означает что-то очень гигантское. Но джамбо формат это уже давно не супер круто, потому что на сегодняшний день огромное количество объектов применяется уже сверх джамбо формата. И стеклопакеты по длине превышающие по одной из сторон, превышающие больше 6 метров. На сегодняшний день в мире есть даже стеклопакеты до 18 метров в длину. В том числе один из самых таких актуальных объектов, который будет в ближайшее время открыт для общественного пользования, общественного достояния. Павильон Росатома на ВДНХ в Москве, на котором уже установлены 12 метровые цельные стеклопакеты. Эта технология сейчас очень модная и ее стремятся применять как в частной архитектуре архитекторы, так и в коммерческих и общественных объектах. До сегодняшнего дня при необходимости, при использовании таких стеклопакетов, мы вынуждены были возить их из-за рубежа, из Европы или из Китая. Ситуация очень сильно меняется и уже в ближайшее время у нашего партнера, компании Modern Glass, будет запущена линия по производству 12 метровых по одной из сторон стеклопакетов в России, в Челябинске. В России на сегодняшний день насчитывается порядка 100-150 различных разного размера производств, так или иначе связанных со стеклом. Производство стекол, стеклопакетов. Но на самом деле среди них выделяется несколько самых крупных, самых интересных и самых технологичных производств. Одно из них это наш партнер, компания Modern Glass. Эта история была бы неполной, если бы мы вам не показали, а как эти стеклопакеты производятся сейчас. Именно поэтому прямо сейчас мы с вами отправимся в одну из самых современных и технологичных и крупных компаний по производству стеклопакетов, компанию Modern Glass. Поехали! Только вообразите! Каждый день здесь перерабатывается больше 5000 квадратных метров остекления. Это больше или примерно как размер одного футбольного поля? Давайте прогуляемся вместе с вами по этому производству и посмотрим, как собираются самые современные и самые крутые стеклопакеты в России. И в том, чтобы познакомиться с этим производством, нам поможет профессионал. Знакомьтесь, Александр, руководитель проектов. Ну, расскажи нам, как у вас тут все устроено, как производятся стеклопакеты, что, какие процессы происходят и какие у вас есть фишки. На сегодняшний день мы являемся технологическим лидером в переработке листового стекла. Мы имеем самое большое производство на территории Российской Федерации под одной крышей. Завод работает уже 20 лет. Расскажи, пожалуйста, как за эти 20 лет в целом изменилась индустрия остекления, стеклопакетов, какие сейчас есть фишки и к чему все это движется? 20 лет назад, по большому счету, индустрия производства стеклопакетов, как таковой в России, она была не развита. По-тихоньку производители производства, такие как мы, начинали свой путь с производства пакетов обычных для пластиковых окон. Если ты помнишь, когда с нулевые появлялись эти пакеты, это был первый такой наш опыт. И наше производство начиналось просто с резки стекла. Это был стол для резки и листовое стекло. Мы делали просто нарезанное в размер какое-то незакаленное стекло. Это были маленькие окошки такие, да? Это были какие-то окна для деревянного остекления. В дальнейшем, конечно, появляется уже дополнительное оборудование. Мы начинаем развиваться, потому что в нулевые годы этот рынок очень сильно начал расти. Появлялись деньги, появлялись инвестиции в строительную отрасль. И, соответственно, с ростом стройки начал подтягиваться рост производства. И такие производства, как мы, начали расти. Дальше появилась закалка, дальше появились технологии по склейке стеклопакетов. Какие-то материалы, которые раньше в России не были представлены. И сейчас, когда мы достигли предела, мы решили перепрыгнуть это и пойти, опять же, как 20 лет назад, на новый уровень. Но уже из 6 метров вырасти в 12-метровые стеклопакеты. Слушай, ну, насколько я знаю, вообще в целом не так много в мире производств таких, которые делают такие большие стеклопакеты. Да, в основном это игроки за рубежом, это Европа и Китай. Первые печи, закалки, первые линии по производству пакетов в размере 6-метровой длины появились примерно в 2012 году. Потом мы развивались в этом направлении, потому что этот рынок был достаточно пустой. Было очень мало производств, которые готовы делать такие размеры. Потому что это дополнительный вес пакетов, это дополнительное качество. Собрать небольшой пакет намного проще, чем собрать пакет 3 метра на 6 метров. И постепенно с 2012 по 2021 год количество таких производств, которые могут работать с этими размерами, оно выросло. И этот рынок стал более конкурентным. Но мы уже отработали все технологии по контролю качества, мы отработали технологии по сборке пакетов. И теперь мы ощущаем, что мы готовы перешагнуть этот рубеж и пойти дальше в более большие размеры и в более тяжелые вещи. Спустя 10 лет вы решили в 2 раза больше делать. Конечно. А 12 метров, я так понимаю, это примерно вот как до вот этого здания, да? Такие вот огромные стеклопакеты. Да, на самом деле размеры впечатляют. До этого момента уже по запросам архитекторов есть объекты в России, которые сделаны на таких решениях. Но, к сожалению, вся продукция до этого момента была привезена из-за рубежа. Но я так понимаю, сейчас под ваши возможности подстраиваются уже и поставщики стекла в России. Вы же тоже применяете стекла, которые делаются в России, правильно? Да, все верно. Мы работаем только с российским стеклом. Поставщики, которые поставляют нам сырье для переработки, они тоже заинтересованы в этом проекте, потому что это дополнительные возможности для них по реализации каких-то и участию на каких-то проектах. И они уже готовы нам предоставлять стекло 12-метровое, делать те же самые напыления, которые они делают в рамках 6 метров. Готовы проводить эти инвестиции. Это инвестиции, связанные с производством и инвестиции, связанные с логистикой. И наши поставщики тоже ведут нам навстречу и помогают. То есть скоро мы увидим огромное количество зданий с огромными стеклопакетами. Я очень на это надеюсь, потому что дополнительно это еще работа с архитекторами. Возможно, архитекторы раньше знали о этой возможности, но боялись применять, зная, что это дорогой импортный продукт. Сейчас, когда появляются эти возможности, когда мы о ней рассказываем на рынок, я думаю, что этих проектов станет все больше и больше с каждым годом. Ну, на самом деле, даже у нас были в частном рынке такие объекты, где мы делали 8 и 9 метров. Я помню, как это было сложно, потому что нам приходилось ввести стеклопакеты из-за рубежа, и это было сложно и достаточно дорого. Ну, и самое главное, это большие риски. Сейчас это, конечно, открывает очень большие возможности. До недавнего времени вы производили максимум 6 метров. У вас уже, наверное, есть какие-то проекты, в которые уже вы, в принципе, предполагаете, что будут установлены такие стеклопакеты. Да, действительно, такие проекты есть. Мы сейчас занимаемся проработкой. Это проекты, которые находятся уже на стадии реализации, по которым идет стройка непосредственно. Это проекты, которые еще находятся на стадии архитектурной концепции или на стадии каких-то согласований. Эти проекты мы уже нашли, но параллельно мы ведем работу с архитекторами, с проектировщиками, чтобы они знали о этой возможности. Уже интегрировали в новые проекты, да? Да, интегрировали в свои проекты, конечно. Хорошо. А примерно, когда, в каком году мы уже увидим первый объект с вашими 12-метровыми стеклопакетами? Ну, примерно так по ощущению. Смотри, сейчас мы монтируем оборудование. Примерно в феврале 2023 года мы заканчиваем отладку новых станков. И в апреле, в начале мая я рассчитываю, что мы сможем показать первые изделия на объекте российских... Они будут уже установлены, да? Они будут уже смонтированы. Это очень круто. Это очень круто. Игрring исполнительный этот смарт. смотри сейчас это изюминка нашего производства 1 в россии печь закалки 12 метров сейчас уже люди которые должны ее отрабатывать выпускают первые стекла пробные парки контролируют качество закалки пытаются настроить режимы и отладить оборудование в принципе какие-то считанные недели и оборудование будет готово к производству согласись по сравнению с другими плечами немножко длиннее мощно мощно выглядит вообще такая махина обратите внимание там дальше сразу поставили двенадцатиметровый кицок тест да масштабно вообще все очень круто выглядит у нас уже есть оборудование этого производителя но в рамках 6 метров она показала себя достаточно хорошей стороны поэтому мы выбрали в этот дорогущий проект тоже точно такого же производителя потому что качество которое они обеспечивают мирового уровня несмотря на то что это 12 метровые линия процессы все те же самые камера нагрева 12 метров и камера охлаждения очень интересно выглядят вот эти вот ролики есть там ткань какая-то чтобы аккуратно это мягко все продвигалось на тех печах которые у нас уже стоят давно мы даже модернизируем какие-то вещи чтобы получать более хорошее качество закалки и меньше брака потому что влияет на качество пакета абсолютно шею а если хочешь можем пройти разбить закаленное стекло посмотришь сравнишь насколько оно более прочное чем сырое давно мечтал попробовать давай попадем тут уже все приготовлено нужно соблюсти технику безопасности это сырое стекло сначала попробую разбить его резиновой киянкой получилось да еще молотком попробую здесь я разу да обратите внимание на какие большие фрагменты насколько у них острые углы то есть порезаться таким стеклом будь мы без защиты перчаток было бы очень просто да реально опасно ну прям острые острые как лезвие ну чё попробуем тогда давай попробуем закаленное вот закаленное стекло его кстати можно определить здесь есть штамп закалки специально делаем такого невидимого цвета чтобы он не бросался в глаза но по госту он должен быть вот это у нас значит закаленное стекло да давай попробуем разбить его тем же инструментом попробуем резиновой киянкой не поддается не поддается попробуем металлическим молотком даже молотком не получается да очень тяжело да видишь какую прочность стекло приобретает после термообработки но на самом деле есть один способ там не надо размахиваться не надо его ничем бить у меня есть вот такая штука я разобью его за секунду могу показать без удара отлично давай посмотрим просто мы ее ставим на стекло какую-то точку и давим вау выглядит круто фрагментация такая какая должна быть у настоящее закаленного стекла никаких крупных осколков такие проверки проходят на этапе закалки постоянно периодически они бьют эти стекла проверяют насколько оно качество это контроль качество закалки как оно по ГОСТу не по ГОСТу закалило интересный экземпляр это триплекс это балка из 8 закаленных стекол со смещением стекол внутри триплекса с этой стороны и с той стороны плюс еще по 4 выреза используется на фасадах замена алюминиевым стойкам то есть это вместо несущей стойки для фасада да мы как-то использовали тоже такую стеклянную только вместо стропила на крыше стеклянной но правда она была не такая здоровая не такая мощная потоньше но тоже круто выглядит но это конечно мощь вообще а представляешь скоро мы сможем делать такие же балки 12 метровые это сейчас 620 на 5 900 она будет в два раза длиннее на самом деле я видел объекты где такие стойки даже скрепляют между собой я думаю что это сделано специально для этого здесь делается две такие металлические пластины я там другом вставляют и она из а это что-то большая серая машина это хит-соп тест но уже меньшего размера у нас есть хит-соп тесты для разных размеров стеклопакетов для 12 на 4 метра и на 6 метров чтобы продукция разъезжалась на 6 или на 4 судя по внешне он 6 метровый а как происходит процесс изготовления и сборки такой стеклянной балки вот как раз эта особенность нашего производства то что все изделия для балок для пакетов там где используются триплексы что касается триплекса он производится несколько этапов и первым этапом является это чистая комната ты знаешь что это такое нет нет пойдем я тебе покажу тебе нашу чистую комнату изнутри если ты захочешь потому что это как операционные так мирослав вышел из первой части помещения где оделся зашел в помещение где непосредственно производится многослойное стекло вообще линия состоит из трех этапов первый этап это этап мойки стекла он происходит за пределами чистой комнаты там стекло на автоматических мойках проходит обработку водой чтобы убрать все соринки все пылинки и после этого по конвейеру уже поступает непосредственно в чистое помещение в этом помещении повышенное давление для того чтобы вся пыль которая туда может попасть и может проникнуть оседала на полу плюс дополнительно в этом помещении исключительная чистка воздуха для того чтобы эту пыль туда не допустить поэтому все люди которые туда заходят обязаны надеюсь защитные комбинезоны чтобы исключить даже малейшую возможность попадания пыли на готовое изделие после того как стекло прошло подготовительную мойку она по конвейеру поступает чистую комнату чистой комнате мы можем быть уверены абсолютно что там не осталось никаких загрязнений никаких посторонних включений по конвейеру она поступает выравнивается чтобы обеспечить минимальное смещение процесс полностью автоматизирован по большому счету на данной линии может работать всего четыре человека один человек который подает заготовки на мойку два человека работают внутри чистой комнаты и третий человек снимает практически готовое изделие для подготовки его подправки в автоклав это следующий этап производства триплекса сейчас в настоящее время на конвейер поступила первая заготовка стекла это стекло со стимолитом у оператора на экране показывается формула триплекса показана пленка которая необходима количество слоев стекол вся информация есть над этой чистой комнаты расположен склад плен которая автоматически в зависимости от заказа меняется то есть если сегодня мы собираем триплекс на пленке толщиной 1 52 миллиметра будет подаваться эта пленка если через два часа придет другой заказ который будет необходимо собрать на пленке другой толщины податься другой рулов точно также и с производителями пленки они точно также могут автоматически меняться автоматически начинают разматывать линия пленку на первую заготовку оборудование позволяет обеспечить минимальный отход материала настоящее время сейчас оператор должен просто ее разгладить проверить чтобы не было никаких дефектов сейчас мы видим что этот заказ удар ты поделись и службе вообще просто ну там правда жарковато я не знаю как они в этих костюмах целыми днями работают это очень тяжело наверное но очень круто там тихо таком действительно такое ощущение стерильности я еще поднялся наверх посмотрел как меняются здесь вот эти пленки рулоны с пленками там их очень много они такие огромные вообще очень очень крутое ощущение классная комната немножко позавидую тебе потому что я сколько работаю в компании мне ни разу не довелось не побывать а ты приехал к нам сразу получил пропуск на самом деле линия как исключительно она позволяет делать 6-метровый триплекс не у всех она есть в россии это чуть ли так не единственный экземпляр а в принципе здесь прям 6 метров может быть мы можем делать 3 на 6 не представляешь скоро в россии еще будет 3 на 12 а под 12 будете переделывать или будет другая чистая комната я думаю что будет все отдельно потому что трогать эту линию абсолютно невозможно она собрана и очень долго отлаживали потому что оборудование заметил когда был внутри она позиционирует триплекс чтобы там смещение не было да и вот там это регламентировано там должны быть миллиметра и это очень долго отлаживается потому что это первый это позиционирование так 2 это каландр и дальше еще и в третий этап это автоклавирование там тоже могут быть какие-то нюансы и вот от этого все зависит как это все будет собрано очень круто спасибо у нас на самом деле достаточно требовательные клиенты и очень часто они переживают на тему безопасности ну в целом от проникновения от того что стекло может легко разбиться но в том числе от пули и прочего что на тему защиты и на тему безопасности как вы какие у вас есть для этого продукта смотри безопасность имеет разные классы защиты обеспечивается это все при помощи триплекса настоящее время мы проходим сертификацию на бронированные изделия делаем испытания отстреливаем разрабатываем формулы настоящее время от бр-1 до бр-5 у нас есть все понятные для нас формулу как мы можем это обеспечить и плюс ко всему мы можем вклеивать эти стекла в стеклопакеты то есть ты можешь сделать себе остекление подорабные окна защиты от свд или от макарова круто круто вообще вопрос а покажешь эти стекла конечно отлично то есть бр-5 это под снайперскую винтовку да все верно бр-5 защищает от удара снайперской винтовки с определенного расстояния и определенным типом патрона бр-1 защищает от более слабого оружия я сейчас боюсь не вспомню но поможет ли это условно какой-то пистолет на автомат калашникова это примерно как вы помните бр-3 бр-4 тоже зависит от патрона за не то есть там есть разные патроны то есть они бывают разрывные еще какие-то да то есть стальной сердечник и вот здесь вот у вас как раз представлены образцы да да здесь можно посмотреть образцы настоящее время мы сертифицированы на классы защиты начиная от бр-1 до бр-5 проводим отстрелы подбираем формулу проводим работу чтобы толщина триплекса толщина пакета была минимальной потому что для посадчика это очень важно если будет много стекла будет большой вес нужно усиливать конструкцию понятно и мы работаем еще надо оптимизации я смотрю вообще на бр-1 тоненький прям сантиметр примерно да да потому что проникающая способность пули очень маленькая вот это самая толстая тот как раз бр-5 правильно да все верно это бр-5 это удара свд сам видишь как стекло разлетелось всем расскажи пожалуйста тоже очень важная тема интересная я постоянно при работе с клиентами мы всегда тоже по умолчанию своих объектов используем стеклопакеты с аргоном ну потому что для нас как для профессионалов это понятная технология и как бы мы считаем что это всегда то что нужно использовать по умолчанию зачастую клиенты приходят с разными вопросами где-то откуда-то взятыми темами на тему того что аргон это просто маркетинг или то что он очень быстро испаряется можешь рассказать поподробнее что за технология как он делается и вообще что на тему его испарить ты правильно говоришь такой миф точно существует на рынке люди не понимают как это происходит думаю что газ накачивается в камеру стеклопакета какими-то кустарными методами на самом деле уже очень давно все автоматизировано пакет собирается в аргоновой среде то есть он проходит мойку первоначальник контроль качества какой-то да уже уже финальный да не первоначальный готовые заготовки мы их называем заготовки заезжают в аргоновую среду на линии сборки стеклопакетов туда накачивается аргон до 100 процентов практически да и эта камера закрывается это называется пресс то есть не готовым стеклопакете выкачивается воздух и закачивается аргон а в целом в камере в которой вся атмосфера заменена на аргон в ней собирается стеклопакет стеклопакет собирается и эта камера закрывается именно с аргоном круто точно также мы обязаны обеспечивать минимум 90 процентов аргона в камере стеклопакета по госту и эти параметры у нас всегда контролируются хорошо а что на тему испарение аргона есть такая история и что вообще по этому поводу может сказать испарение аргона может происходить только через первичный шов герметизации если у нас правильно подобрана формула если у нас проработаны толщины стекол для конкретного размера то через первичный шов герметизации аргон утечь просто не может и его будет хватать на 30-40-50 лет то есть он вообще не выходит и внешний герметик полностью защищает от того чтобы он выходил да здесь вопрос подбора формулы нас и качество сборки если пакет собирается какие-то кустарных условиях не на автоматическом оборудовании а собирается вот как ты говоришь выкачивается воздух прокалывается в целом такая технология есть и кем-то используется но вот как раз она такая несовершенна такие технологии были на заре нашего рынка да то есть там 18 лет назад так делали когда появилась автоматическое оборудование когда у людей появились возможности это оборудование покупать и использовать мы начали производить это все в аргоновой среде и теперь теплопакеты собираются и мы абсолютно уверены что аргон в них не точно есть на сто процентов и то что он останется в этом пакете при условии правильной подборы формулы а здесь я как раз вижу собственная пара исходит какой-то процесс проверки да да это один из этапов контроля качества на этапе упаковки и на этапе когда пакет выезжает с линии мы контролируем определенные параметры в том числе здесь мы контролируем количество аргона которая содержится в этом пакете это газоанализатор специальный прибор который мы имеем чтобы контролировать прежде всего себя газоанализатором вы проверяете каждый стеклопакет или просто периодически проверяем мы проверяем партии стеклопакетов да то есть есть выборка определенная если меняются габариты или меняется формула да это необходимо проверить я вот вижу мы подошли как раз линии сборки стеклопакетов ну расскажи мне пожалуйста поэтапно что на каком этапе происходит как вообще осуществляется сборка стеклопакет стеклопакет состоит из нескольких компонентов это либо два либо три стекла эти компоненты съезжаются к линии сборки и оператор линии обязан сделать уже финальную мойку этих компонентов и проверить их на качество это идут разные этапы на линии вот сейчас мы видим как оператор их выставляет на линию в этой камере будет стеклопакет уже непосредственно спрессован то что ты рассказывал по поводу аргона что получается герметизации запрессовка стеклопакета идет в камере с аргонной средой верно только то что идет прессовка запрессовка стеклопакета в камере с аргоновой средой на герметизация вторичная стеклопакета она идет уже непосредственно на финальном этапе в линию встроен робот которому подключены емкости с герметиком и он автоматически проходит по периметру стеклопакет и герметизирует однокамерный пакет он проходит на периметру один раз двухкамерный два раз оператор в конце контролирует качество герметизации в угловых зонах потому что это очень важно в угловых зонах может оказаться меньше герметика и уже готовый пакет выставляет на пирамиду отправляет на сушку и на упаковку а вот это значит принтер то есть тот самый принтер который как на бумаге я печатаю только на стекле да в принципе технологии похожи единственное только что нас наш принтер немножко побольше ну и в целом можно напечатать любое изображение да все верно мы печатаем и камни и листья какие-то градиенты чтобы закрывать зоны перекрытия на объектах в принципе ограничения отсутствуют на насколько надежно эта краска держится она я так понимаю прячется внутрь стеклопакет даже если ее никуда не прятать если остеклять какие-то перегородки внутренние в офисах после окрашивания это изделие заходит в печку до в печь закаливания и краска впекается в структуру стекла и после закалки краску со стекла невозможно убрать никаким образом для одного объекта использовали такую печать мы на стекле на ограждение нанесли но заказали как раз печать ковки ну то есть вроде бы стеклянное ограждение но имитировали ковку но это вот как бы мне показалось достаточно забавным что клиент не заказал кованное ограждение сказал стеклянное но при этом попросился имитировать ковку а ты можешь рассказать какое у вас было такое не то может быть помнишь какой-нибудь странный необычный рисунок который бы использовали на с помощью принтера в основном странные заказы странные рисунки они на каких-то перегородках используются где нужно сделать какой-то орнамент да то есть мы печатали древесину мы печатали структуру камня но сейчас вот мы делаем несколько объектов это просто имитация теннисных шариков на фасаде будут теннисные корты но также на этом принтере мы печатаем пакеты где стимолитная зона не отделяется от прозрачный это все единый пакет и там мы делаем такие градиенты знаковых объектов не делали вот этот кинотеатр москва-сити такой черный может быть ты видел там часы по фасаду нарисовано это тоже наш объект и тоже сделали на этом оборудовании что самое необычное ну такое прям прикольно мне больше всего нравится именно в москва-сити вот этот кинотеатр потому что там печатали на тонированном в массе стекле и танцы мы получили очень насыщенный черный цвет и яркое пятно это вот эти цифры по всему фасаду мне очень нравится я много раз был там получилось очень круто это принтер он сделан по типу в принципе офисного принтера есть печатающий голов который на вижу картриджи вот да да абсолютно замешивается краска и он может в принципе напечатать любой рисунок а единственная знаешь есть ограничения по цветам то есть вот такие кислотные или оранжевые цвета не получается печатать основные цвета можно сделать да и эти краски они впекаются в структуру стекла потому что стекло после того как мы напечатаем на нем рисунок она отправляется на закалку и краска впечатывается в структуру стекла и и куда убрать его можно царапать гвоздем ничего не произойдет нужно сказать что наша технология она еще позволяет придать долговечность рисунку есть другие материалы и другие производители но они к сожалению высветают со временем что используется здесь будет стоять необходимое количество лет на фасаде выглядеть абсолютно также через три года и через три мы стремимся работать самыми современными технологиями решениями в области остекления именно поэтому мы снимаем эти видео мы хотим чтобы как можно больше клиентов заинтересовались и полюбили стекла также как любим их мы такой интересный и полный разных перипетий путь человечество прошло от бычьего пузыря до современных технологий в поисках тепла и света в своем помещении и и